Разработка симулятора n-значной логики. Выполнил студент первого курса Романов Андрей. Цель проекта состоит в разработке программы с графическим интерфейсом для моделирования логических схем n-значной логики. Актуальность проекта состоит в нескольких пунктах. Проектирование более высокопроизводительных EVM с помощью удобного инструмента. Высокая защищенность n-значных EVM из-за отсутствия на данный момент их аналогов. Способность выполнять квантовые вычисления, так как в квантовых компьютерах в ячеях может быть три состояния 0, 1 или оба состояния одновременно, что является подвидом троечной логики. Последним пунктом является отсутствие на данный момент в открытом доступе симулятора логических схем, который был работал с логикой, отличной от двузначной. Работа над проектом была разделена на два этапа. В первый этап вошло изучение логических и арифметических основ, изучение UML языка проектирования и изучение объектно-ориентированного программирования. Во второй этап, связанный с реализацией, вошли следующие задачи. Проектирование программы на языке моделирования UML, реализация программы на языке программирования C++, реализация пользовательского интерфейса для разработанной программы и тестирование базового функционала программы и разработка дополнительного. Первым этапом работы было создание диаграммы использования для того, чтобы понять, как пользователь будет взаимодействовать с программой. Далее идет создание диаграммы классов, которая помогла представить логику работы программы. И, наконец, написание логики работы с использованием языка C++ и написание графического интерфейса с помощью библиотеки Qt. На данный момент программа поддерживает следующий функционал. Первое – это функциональное и временное моделирование схем n-значной логики. Второе – это сохранение проектов. И третье – конвертация схемы и ее сохранение в качестве элемента, что по сути является созданием библиотеки элементов. Сейчас будет небольшая демонстрация программы. Первым делом нужно выбрать уровень логики. Поддерживается до 255 значений. Далее создаем элемент логики, который мы можем перемещать по рабочей поверхности. Для каждого элемента можно задать название, количество входов, выходов, задержку и таблицу истинности. Также элементы можно соединить с различными связями. Далее на примере простой схемы продемонстрирую работу. Нажимаем кнопку Update и видим, что значение на выходе изменилось. Меняем значение на входе, снова нажимаем Update и видим, что схема работает корректно. Продемонстрирую временное моделирование. Мы видим, что схема состоит из трех инвенторов. Сжимаем кнопку Simulate и видим, как значение меняется в зависимости от момента времени. У каждого элемента и у каждой связи своя задержка. Смещение по времени можно изменять с помощью кнопок, ползунка или вводить вручную. Теперь запишем элемент в библиотеку. Для примера я взял элемент исключающий или не. Как видим, он работает. Теперь с помощью клавиши Shift выбираем входы и выходы и нажимаем сохранить элемент. Теперь загружаем его и видим, что таблица истинности соответствует тому, как он должен работать. На примере работы RS-триггера мы видим, что создание последовательных схем не вызывает особых проблем. Перейдя по ссылке, можно найти исходники, а также скачать рабочую версию программы для того, чтобы ее протестировать. На этом все. Спасибо за внимание.